Они просто создают ЦВЦБ, прикрываясь тем, что они за социальную справедливость. Поэтому мы признаем это как угрозу свободе в штате Флорида. Мы также признаем угрозу сговора правительства с некоторыми чиновниками во Флориде. И одна из вещей, которую мы собираемся запретить во Флориде в этом году, это саму идею цифровой валюты Центрального банка, которую они пытаются сделать. Это диджитальная валюта, которую они пытаются сделать. Это что-то... объявляет о своем новом законопроекте о защите жителей Флориды от контролируемой федеральным правительством цифровой валюты Центрального банка и надзора со стороны ФРС США. Это буквально восстание целого штата против централизованной политики страны. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Большое спасибо за то, что смотришь и ставишь лайки! В этом видео я хочу поделиться действительно интересными новостями, связанными с цифровыми валютами Центральных банков. Как ты знаешь, я уже давно слежу за развитием ЦВЦБ по всему миру, в том числе в США и России. Но конкретно в Соединенных Штатах происходит то, чего в других странах я пока не видел. Похоже, что некоторые штаты совсем не согласны с политикой страны и готовы вести войну против цифрового доллара США. Они уже ясно дали это понять, что они выступают против ЦВЦБ. Так, например, Техас только что принял законопроект о создании собственной цифровой валюты на 100% обеспеченной золотом и серебром. Без сомнений, это создает действительно интересный прецедент, когда целый штат восстает против ФРС США и буквально начинает с ней валютную войну. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, не забудь поставить лайк. Это очень мне помогает, правда. Давай наберем 2000 лайков. Буду очень благодарен. Итак, Комитет Палаты представителей Техаса принял законопроект о создании резервной валюты, обеспеченной золотом и серебром. Это действительно важно, поскольку даст возможность бизнесу и потребителям, обычным людям, совершать покупки, используя не фиатные деньги. То есть не обычный традиционный доллар и не цифровой доллар. Конечно, это не то, что понравится ФРС США, потому что это фактически поставит под сомнение фискальные полномочия Центрального банка. В Техасе этот законопроект не стал неожиданностью, поскольку ранее в начале этого года уже были две крупные инициативы по созданию валюты, обеспеченной драгоценными металлами. Невозможно отрицать тот факт, что техасская валюта станет действительно хорошей альтернативой цифровому доллару. ЦВЦБ, которая все равно является тем же фиатом и ничем не подкреплена. Вот что такое цифровой доллар. На самом деле ЦВЦБ будет даже хуже обычного фиатного доллара, потому что к нему прибавится тотальная цензура, тотальный контроль и тотальная слежка. Техас даже планирует сделать золото и серебро законным платежным средством в штате. Кроме него законопроекты об этом тихо и спокойно разрабатывают еще 23 американских штата. Об этом практически нет никакой информации нигде, но на этом канале мы находим практически всю подноготную и от нас ничего не скроется. Эти действия являются прямым ответом на то, что делает ФРС США, именно разрабатывает свою ЦВЦБ цифровой доллар. С учетом того, что многие люди все больше узнают о том, как работают цифровые валюты, можно с уверенностью сказать, что они хотели бы иметь возможность использовать драгоценный металл. И поэтому Техас уважает это желание своего населения. Если Техас и особенно еще 23 штата примут альтернативное законное платежное средство, то валюта ФРС США, банкноты Федеральной резервной системы, фактически потеряют свою ценность. Законопроект только что был принят в Комитете Палаты представителей Техаса и теперь будет вынесен на голосование. Это новое законодательство призывает к выпуску платежных золотых и серебряных слитков, а также к принятию цифровой валюты, которая будет на 100% обеспечена золотом и серебром. И что важно, новая валюта будет на 100% погашаться наличными, золотом или серебром. То есть ты сможешь обменять ее на наличку, золото или серебро по желанию. Новая техасская цифровая валюта, обеспеченная золотом и серебром, будет доступна для использования в повседневных операциях. Теперь становится очевидно, что Техас это угроза для ФРС США, которая разрабатывает цифровой доллар, который не обеспечен ничем, кроме того самого доверия к правительству США. Насколько же серьезный намечается внутренний валютный конфликт. Давай рассмотрим законопроект подробнее. Контролер должен создать цифровую валюту, обеспеченную золотом так, чтобы каждая единица выпущенной цифровой валюты представляла из себя определенную долю унции золота, которая будет храниться в специальном трасте. Штат будет хранить достаточно золота, чтобы иметь возможность обеспечить выкуп золотом всех единиц цифровой валюты, которые были выпущены и еще не выкуплены за деньги или золото. Таким образом, даже эти два пункта, которые я только что зачитал, чрезвычайно важны. По сути, это означает, что существует материальный эквивалент, который является средством сбережения золота или серебро, и ты сможешь обменять его на цифровую валюту Техаса или наоборот, цифровую валюту на золото или серебро в любой момент времени. Теперь давай посмотрим, что говорится в законопроекте о том, как мы можем обменять цифровую валюту Техаса. Человек, который имеет цифровую валюту и желает обменять ее на наличные, может предъявить контролеру любое количество монет цифровой валюты для обмена на деньги. Затем контролер продаст часть золота из специального траста, где оно хранится, равную количеству монет цифровой валюты, предоставленной этим человеком. В законопроекте говорится, что у тебя также есть возможность обмена цифровой валюты на драгоценный металл напрямую. Здесь очень важно понять, как будет устанавливаться стоимость этой новой цифровой валюты, по какому курсу будет происходить обмен, потому что цена на драгоценные металлы меняется ежедневно. В законопроекте говорится, что стоимость монеты Техасской цифровой валюты должна быть равна стоимости доли тройской унции золота на момент совершения сделки, то есть на момент выпуска или погашения. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу того, что некоторые штаты реально начинают действовать отдельно от Центрального банка ФРС США, и что ты думаешь по поводу цифровой валюты Техасского банка. Я бы с удовольствием почитал твои мысли насчет этого. Неудивительно, что законопроект получил очень сильную двухпартийную поддержку в Техасе, и он перекликается с двумя законопроектами, предоставленными ранее в этом году. Первый из них был направлен на то, чтобы обязать штат Техас создать золотые и серебряные слитки, а вторая инициатива направлена на то, чтобы сделать золото и серебро законным платежным средством. Эти три новых законопроекта вместе взятые были внесены в течение всего лишь двух-трех месяцев. Это говорит нам о том, что существует быстро растущая оппозиция официальному направлению государства и ФРС США. Эти усилия заложат основу для достижения Техасом большей финансовой независимости и помогут подорвать денежную монополию Федеральной резервной системы США. Но если это не взрывает тебе мозги, я даже не знаю, что должно произойти. Лично я шокирован этим до нельзя. Подпишись на канал и поставь лайк. Увидимся в следующих видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова